Скидки на продукцию мясокомбинатов в честь дня рождения округа, социальная догазификация, оптоволокнов «Красное» завершающие мероприятия опережающего северного завоза. Эти и другие вопросы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания главы региона с руководителями органов власти. Ненецкий автономный округ включился в программу социальной догазификации. Программа предполагает подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в соответствии с поручением президента России, которые он озвучил в своем ежегодном послании федеральному собранию. У нас всего 40 заявлений, которые поданы на технологическое подключение к газовым сетям. Из них 14, которые соответствуют условиям социальной догазификации. Условия участия в социальной догазификации таковы. Площадь строения не должна превышать 200 квадратных метров, и оно должно быть зарегистрировано в госреестре. Из 14 заявлений жителей Наринмара, соответствующих этим критериям, пятеро уже самостоятельно за свой счет подвели газ к своим участкам. В данном случае затраченные финансовые средства им компенсируют. В правительстве разрабатывается для этого соответствующий порядок. Новый порядок, который сейчас на днях, куда конца сентября должен выйти, как раз и позволяет нам компенсировать эти затраты. Между тем, мы не ждем этот порядок. В нашу программу вносим изменения. И соответствующий порядок у нас департамент здравоохранения готовит, чтобы компенсировать гражданам те затраты, которые пошли на догазификацию. Работы по догазификации ведутся в микрорайоне «Мирный» с силами Ненецкой коммунальной компании. Осталось протянуть ветку газоснабжения к семи домам. Учитывая климатические особенности Крайнего Севера, работы идут в ускоренном режиме. О завершающих мероприятиях опережающего северного завоза в населенные пункты округа доложила на совещание губернатору глава администрации Заполярного района. На сегодняшний день план по завозу топлива выполнен на 91%. Осталось доставить в Нижнюю Пёшу 800 тонн угля, в Усть-Кару уголь, масла, смазки, бензин и топливные брикеты, в Волангу уголь и дрова. Усть-Кару выгружается, потом едет в Архангельск, окружает Волангу и едет в Волгу. Но традиционно Воланга у нас последний населенный пункт, который мы закрываем. Остальные населенные пункты обеспечены энергоресурсами в полном объеме. А вот поселок Красное теперь обеспечен и оптоволокон, и линией связи. Работу по прокладке оптоволокна вместо радиорелейной линии на Редмарк Красная ненецкая компания электросвязи завершила на прошлой неделе. Уже на этой неделе жители поселка, пользующиеся интернетом, должны почувствовать разницу. НКС обеспечит его стабильную скорость. Сейчас мы так говорим о том, что мы стабилизируем их канал. И были жалобы поступали, в том числе и от Красного, что при тарифе, условно говоря, в 2 мегабита, он выдает там 1,5. Но не только жители поселка Красное почувствуют разницу, но и ряд других населенных пунктов округа. Как показала практика, любая наша модернизация положительным образом сказывается на другие населенные пункты. Сейчас для Андиго и для Нельминоза 200 мегабит увеличился пропускной канал, радиорелейка, но тем не менее. Сейчас там у них также стабилизируется, улучшится качество интернета. Следует отметить, что строительство оптоволоконной линии на Редмарк Красная это очередной этап в обеспечении региона резервным каналом связи. А это уже выполнение стратегической задачи, поставленной перед связистами. Чтобы жители знали, что это не просто какая-то эфемерная история, мы его строим. Мы заканчиваем проектирование к концу сентября, начало октября вообще в этой линии. И у нас есть четкое понимание с четкими сроками, когда мы тут появимся в октябре. Планируется, что резервным оптоволоконным каналом связи Ненецкий автономный округ будет обеспечен уже в 2022 году. В рамках еженедельного совещания, которое провел глава региона, также подвели итоги праздничных мероприятий, посвященных дню рождения округа, которые прошли в столице Заполярья в минувшие выходные. Впрочем, на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. В честь Дня Ненецкого автономного округа акционерное общество мясопродукты приготовило для жителей свой подарок. Мы хотели сделать в течение одной недели после проведения данного празднования скидку на всю мясную продукцию, комбинат того мясопродукта в размере 10% абсолютно для всех жителей округа. Акция продлится до конца текущей недели. Десятипроцентную скидку на продукцию мясокомбината может получить любой житель округа без ограничений. Елизавета Кабанова, Алексей Орлов, Телеканал Север.